Йо-йо-йо! Здарова, народ! Диман Массел с вами и на мне Galaxy Watch Ultra. Чёрт подери, сейчас я вам сделаю обзор своего опыта использования и расскажу, почему я на них перешёл, несмотря на все минусы и почему вам этого делать не советую. Во-первых, всё начинается в этом дурацком ремешке с этими огромными чёрными металлическими штуками, которыми вы вот так будете класть руку на стол, видите, вот так её кладёте, и всегда вы этим ремешком, ровно этой чёрной штукой, царапаете либо стол, либо эту штуку. Как видите, она у меня уже поцарапана, по-другому быть просто не могло. Дальше, касательно этого ремешка, в нём куча этих дырочек, куча отверстий, и когда вы будете с ним что-то там мыться и так далее, все они потихонечку будут забиваться какой-то водицей, грязью и прочим дерьмецом. Более того, за три дня использования все краешки этих выпуклых отверстий уже изрядно так почернели. Сейчас я вам покажу в нормальном освещении, не знаю, как сфокусироваться. Ну, короче, краешки выпуклые, они почернели. Дальше, что хорошо, что ремешок всё-таки полый с этими отверстиями, да, и благодаря этому он более мягко сидит на руке, то есть он амортизирует, как несмотря на то, что он такой широкий, достаточно мягкая посадка на руке, что как бы нивелирует вес этих часов. В принципе, это неплохо. Дальше, они сделали быстросъёмный ремешок благодаря его креплению, но не быстро надевающийся. Мало того, что он на этих дурацких дырочках, так ещё и их две. Сейчас я вам продемонстрирую, как это ужасно. Вот, смотрите, я хочу его снять. Ну, одной рукой снять, да, я могу. В принципе, не проблема, но уже мне нужно вот это вот заниматься вот этой фигнёй, отгибать ярлычки. Всё, я снял, я молодец. Посмотрите, как они выглядят. То есть даже если вот так они просто висят у вас в кадре, но они выглядят максимально громоздким каким-то квадратом на этом ремешочке, ну, не знаю, насколько это стильно. Как по мне, выглядит немного по-китайски. Потом вот эта вот кнопка, они сделали её приятной, они сделали её классной, но всё, что на неё есть, это можно назначить всякие тренировочные движения, которыми я нахрен не пользуюсь, потому что не вижу смысла. Или фонарик, чтобы у вас просто подсветился экран. То есть у вас также кнопка домой, которую неудобно жать относительно этой кнопки, которую вы будете жать каждые 5 минут. И вот эта кнопка, которая максимально классная и удобная, но при этом она нахрен никому не нужна, и вы её просто не будете жать. То есть лишняя крутая кнопка, на которую жать особого смысла нет, если вы не задрот по тренировкам. Но если вы задрот по тренировкам, вы купите нормальный насердечный блютуз на пульсник, вы купите нормальные часы, которые действительно будут стоить и дешевле раза в 2, в 3, и лучше считывать все ваши штуки, а не только мерцать вот этими зелёными огоньками. Ладно, вот смотрите, вот я хочу на эти суперчасы. Во-первых, мне нужна какая-то поверхность, потому что вот так одной рукой я просто не могу этого сделать. Понимаете, у меня всё вываливается из рук, это ужасно неудобный ремешок. И одной рукой всё, оно расстегнулось. То есть мне нужно положить часы на стол экраном вниз, вот так вот поставить на них свою руку, дальше отогнуть вот эту фигню, дальше вставить ярлык сюда, язык этот, вот так затянуть. И вот этим мизинцем вот так попасть, это по-вашему спортивная технология? Да ты быстрее с ума сойдёшь, чем их застегнёшь. Потом, если размер тоже нужно подтянуть, тоже опять их пока вытащишь, пока туда, пока сюда. У меня уже что-то падает, меня бомбит, руки трясутся. Нет, слишком туго, кстати, получилось, тоже чуть-чуть расслабить. В общем, это вообще не по-спортивному, то есть ремешок вы сразу будете менять, понимаете, это не быстросъёмная технология. Касательно съёмности, вам всё равно придётся их снимать раз в два дня. Я попробовал с ними походить. Зарядку они держат ровно два дня, максимум. То есть там на три дня, на четыре, на неделю, их нихрена не хватит. Это я отключил почти все спортивные функции, все GPS-ы, ЕСИМ-ки в них нету, просто для уведомлений. То есть как бы по зарядке это тоже дерьмецо. Соответственно, я вам не рекомендую. Потом, что могу сказать, почему они на моей руке? Ещё один, кстати, минус скажу. У них нет безеля, то есть у них нет этой крутилки. Да, он как будто эти стрелочки нарисованы, но эта штука не крутится, как в классиках, тоже, конечно же, отстой. Вот, но почему они на моей руке, спросите вы? Во-первых, я их наверняка буду сейчас продавать в своём телеграм-канале по ссылочке в описании к каждому видео, потому что всё-таки это перебор. Даже если их брать за 45 тысяч рублей, если вам повезёт, да, там взять какие-то чуть-б.у. и так далее. Но всё равно это дохрена дорого, потому что можно взять 6 классик за 18 тысяч рублей, можно взять 5 проезд и нужна автономность, они будут держать 3 дня, между прочим, 5-ые прошки. Потому что там аккумулятор такой же, а фишек всяких меньше, кстати, он держит рядку дольше. И получается, можно взять часы в 2-3 раза дешевле, которые точно так же будут делать абсолютно всё, будут с уже удобным ремешком, точно такой же зарядкой и так далее, без лишних кнопок, с нормальным безелем крутилки, что реально удобно, особенно на морозе, регулировать громкость, когда ты в перчатках, ещё что-то. И почему же они на моей руке? Ну, во-первых, обзор для вас, а во-вторых, в них охеренный вибромотор. Короче, народ, если вам нужны уведомления от этого чудесного вибромотора, который в них расположен, этот корпус такой толстый, не просто так. Вибромотор в них реально охеренный, он гораздо более глубокий. И если вы не слышите своих уведомлений от своих старых часиков в метро, на самокате, на машине, ещё где-то под курткой, то вот эти часы вибрируют так, что вы 100% зачувствуете все уведомления. А поскольку моя работа связана с ответами вами на ваши бесконечные вопросы, то мне уведомления крайне важны, и я хочу их слышать сразу. Соответственно, это мне нужно. Но в остальном, это громоздкие, менее удобные, два дня держащие зарядку, огромные часы с неудобным ремешочком. Ну, такое себе, даже без безеля, понимаете? Ну, так себе, не рекомендую для всех тех, кому не нужна жёсткая вибрация. Всё остальное, вот эти все фишечки, функции, GPS-ы там, пульсомеры, это всё курам нас, них детский сад нахрен никому не нужен. Кому это реально нужно, покупайте отдельные датчики, которые клеятся на сердце, Bluetooth-датчики, пульсомеры, GPS вам нужен, да в телефоне у вас есть GPS, понимаете? E-SIM вам нужна, ну, возьмите вы прошлые часы с E-SIM-кой в 2-3 раза дешевле, вот и всё.